Ольга Баверьяновна Эдельман Ольга Баверьяновна Эдельман Ольга Баверьяновна Эдельман Ольга Валерьяновна. Сменилось несколько поколений великих, и теперь очередь дошла до Олечки. Мы присутствуем при редком моменте, когда книжная серия столетней истории на наших глазах достигает своего финала. Хорошего, достойного финала, правильного. Я также хочу с гордостью сказать, что я лично, как издатель, издал целых две книжки Ольги Валерьяновны. По декабристам. Одну про в целом декабристов, вторую про пестеля. Они обе доступны в интернете, их можно легко читать бесплатно. Я подготовил вопросы, Ольга их одобрила. Я буду вам их сообщать. Книжки можно убрать. Я специально стасил эту тяжесть, чтобы вы взяли. Проклял все. Когда мы сюда ехали с Ольгой, я вспомнил из своего детства книжку детскую, где на яркой, хорошей художественной иллюстрации был запечатлен момент, как во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года восставший интеллигент Каховский стреляет в генерала Милорадовича, героя 1812 года. Мужественный гомолитического телосложения и внешнего вида интеллигент стреляет прям в лицо сатрапу режима. Ольга Валерьяновна открыла предметно через изучение мундира Милорадовича, что стрелял он в спину и убил. Сейчас я полистал о том, что он убил его в спину, узнал уже Николай I, но вот так предметно через мундир это обратила внимание Ольга Валерьяновна. Нехорошо. Хотя, вот мы коротко переговорили, получается, что условно приготовившийся убить генерала декабрист Каховский хотел, допустим, его убить в лицо, а он развернулся, и он убил его в спину. Но самое главное вот что. Почему он решил его убить? Потому что Милорадович, прекрасный русский генерал сербского происхождения, кстати, был настолько великий и уважаемый генерал по 12-му году, что когда он приехал к солдатам и говорит, братцы, вы чего? Вы с ума сошли? Что вы делаете? Декабристы поняли, что так говорят, что сейчас дрогнут солдаты и разбегутся с этого дурацкого восстания. И потому Каховский решил его убить. Ольга мне тут же сказала, что вообще интеллигенты Рылеев, Каховский были главными заводилами, а офицеры и солдаты восстания декабристов, можно было бы их назвать статистами, они были жертвами, а потом, после расстрела восстания и пушечным мясом. В нашей интеллигенции всегда кто-то крайний, всегда кто-то виноватый становится. Но первый вопрос. А можно ремарку? Чего-чего? А можно ремарку? Нет. Вот не точно их назвать интеллигентами. Все-таки Рылеев и Каховский были дворяне и отставные офицеры. Да, они полтора дня послужили на службе. Все-таки вот они полтора дня, полтора дня. Пучу писателю уже интеллигент. Да, знаешь, у нас интеллигенции бывает и дворянская, и офицерская. Адвокатировать потом будем. Мой первый вопрос. Для нас, советских людей, бывших советских людей, история революционного движения начиналась с восстания декабристов, потому что так написал товарищ Ленин. Дворянский период, разночинский, пролетарский, ну и так далее. И первое успешное выступление революционеров в восстании декабристов. Мой первый вопрос к вам, Ольга Валерьяновна. Это, на мой малопросвещенный взгляд, это очередная попытка военного переворота, которыми военными переворотами был полн весь 18-й век. В некотором роде и убийство Павла I тоже микропереворот. 11 марта 1801 года. Почему революционная традиция так выделяет восстание декабристов, как что-то прям первое-первое, хотя это очередной переворот и неудачной. Почему? Есть принципиальная разница, потому что все-таки применительно к декабристам речь шла не о том, чтобы передать престол очередному претенденту, тому или иному. То есть речь вообще не шла о захвате власти в строгом смысле слова, в таком прямом. Речь шла о выдвижении каких-то требований более широкого принципиального порядка, реформа государственного строя, конституция, какое-то широкое реформирование. То, что в общем сильно выходит за рамки собственно просто военного переворота. Потому что вся череда того, что было в 18 веке, мы же это все-таки не военными даже переворотами называем, а дворцовыми. То есть там речь шла о соперничестве разных претендентов. И адвокат. Конечно. Если этот ответ будем считать исчерпывающим, то я задам филиальный вопрос. Почему же наши просвещенные не переворотчики, а революционеры так грязно, мерзко обманули своих солдат? Почему они не сказали, что идут на переворот, а идут протестовать против чего-то? Идут подтвердить права на престол Константина и жены его конституции. Почему они обманули? А вот в вопросе сразу несколько неточностей. Да, намеренных, я так понимаю. Значит, на самом деле декабристы прекрасно понимали, что солдаты нет, ведь никто из декабристов ни на каком этапе истории тайных обществ не вел пропаганды ни среди солдат, ни среди народа в целом. И в общем совершенно разумно, потому что у нас неграмотное население, какая конституция, какие, это вообще из другой вселенной весь этот идейный ряд. И даже я бы не стала говорить, что солдаты обманули, потому что вот когда читаешь показания самих декабристов, участников 14 декабря, довольно много активных именно деятелей 14 декабря, они сами как-то находились в двойственной позиции, то есть они сами до конца себе не сказали, они идут как бы за Константина, за верность присяге, что собственно было провозглашено вслух, или они идут предъявлять какие-то требования более общего порядка. Поскольку мы, собственно говоря, главная проблема изучения декабристов, мы о них знаем только из их показаний наследствия, что само все создает ряд проблем. Во-первых, кто наследствие говорит всю правду, во-вторых, обычно в показаниях каждого конкретного декабриста мы можем прочесть 2-3 версии одного и того же в зависимости от того, на каком этапе расследования это сказано, в-третьих, сама по всей ситуации следствия, во-первых, следствие задает тему, то есть возможно, если бы каждый из этих людей просто рассказывал, что он хотел, он бы сказал вообще абсолютно другие вещи, но следствие интересовал набор вопросов совершенно конкретный, соответственно, мы знаем много ответов декабристов на вопросы, которые интересовали следствие, и мы плохо знаем, а что, собственно, сами декабристы хотели, потому что следствие задает и в-третьих, часто в ситуации следствия то, что в жизни реально происходило, но являлось просто приятельской болтовней, вот они сидят где-то у камина и возможно они вполне трезвые и рассуждают, что хорошо бы республику, а если республика, то что тогда делать с императорской фамилией, а уж не убить ли их, потому что француза не убили вовремя короля гражданская война началась, они, может быть, вообще не воспринимают эти разговоры никак иначе, кроме как просто дружескую болтовню. Мы даже не знаем, в какой тональности на самом деле эти разговоры шли, насколько серьезные, но когда ровно те же слова их просят подтвердить в условиях следствия, все эти фразы обретают уже драматическую серьезность и вырастают в намерение цареубийства, в намерение восстания, а мы не знаем на самом деле, как бы вот они в реальности, большинство из них пошло бы в какое-то восстание или в общем нет. И вот это все ставит перед нами довольно сложную такую умственную исследовательскую задачу, такая эквилибристика, как вот из этого понять, что там было у них на самом деле. Теперь возвращаясь к их планам и солдатам, они не вели... Вообще, что делали тайное общество декабристов? Я думаю, никто из вас не сможет ответить на этот вопрос. Они ничего не делали, ну, кроме разговоров, вообще ничего. Ничего, что мы ассоциируем с деятельностью любого революционного или нереволюционного политического подполья, то есть там партийная печать, там листовки какие-нибудь, партийная публицистика, я уже не говорю о более каких-то серьезных формах там, не знаю, бомбы делать. У декабристов не было ничего из этого, включая публицистику. Вообще не было. Поэтому, опять же, довольно сложно судить, насколько у них было какое-то сформулированное намерение, или это просто были, ну, естественные, в общем, для образованных людей разговоры о том, что как бы было бы вот хорошо, если бы было там что-то усовершенствовано. Пропаганду среди простых людей, естественно, по множеству причин они не могли вести. И они сами были к этому не готовы, и сказать им было нечего, и планов конкретных, под которые пропагандировать у них не было. и поскольку они не были развитым революционным движением, у них вообще не было задачи использовать вот эти народные массы как расходный материал, в общем-то. Поднять на восстание, подставить там куда-нибудь под ногайки и пули, потом написать листовку какой злой самодержаве. Они этим всем вообще как бы не собирались заниматься. Ну и, соответственно, народные массы и солдаты тоже были совсем не в теме. И возвращаясь к 14 декабря, да, они вывели солдат под лозунгом верности присяге Константину. И, собственно, эта ситуация между царством и повторной присяге, они ведь всерьез все присягали, они присягнули государю. Это не была пустая формальность. Через две недели их просят присягнуть другому государю, при том, что Константина в Петербурге нет. В принципе, это для всех была очень двойственная ситуация. Абсолютно для всех в тот момент в Петербурге. Потому что, ну, вот простой пример. Первыми со стороны правительственных войск, вот уже когда стояла мятежная кара на Сенатской площади, пришли конногвардейцы, кавалерогарды и конная гвардия, которые там, как все помнят из истории восстания, там выстроилась вот эта вот кавалерия напротив мятежного кары. Они почему первые пришли? У них казармы близко были. Конногвардейский бульвар, вот если помните, Сенатская площадь, с одной стороны река, с другой стороны ее замыкает. Исаакиевский собор, да, а по-другому, как бы, с другой стороны Исаакиевского собора площадь, на которой выходит конногвардейский манеж, нынешний выставочный зал, и дальше конногвардейский бульвар. Вот там были казармы. То есть, собственно, сейчас со всеми светофорами, это, наверное, пять минут пешком. 14 декабря конной гвардии, чтобы выдвинуться, ну, как бы, по тревоге, да, понадобилось два с половиной часа. Потому что просто никто не хотел, никто не понимал вообще, что происходит, и кто прав, кто виноват в этой ситуации. Оснований считать, что Николай пытается узюрпировать власть, было более чем достаточно у сторонних наблюдателей, да. И в этой ситуации, возвращаясь, наконец, к вопросу, то, что декабристы вывели солдат под лозунгом верности присяге Константину, это было не просто то, что они обманули солдат. На самом деле, они таким образом потом, впоследствии, избавили их от всякой ответственности. Николай солдат практически не наказал за участие в восстании. И не имел такой возможности, потому что, опять же, он сам был в очень двойственной ситуации вокруг этой второй присяги. То есть, чтобы уже не возвращаться, значит, со судьбой мятежных солдат, большинство из них весной 26-го, если не ошибаюсь, или 27-го года, до 26-го, значит, вот солдаты этих мятежных полков Лейбогвардии Московского, Лейбогвардии Гренадерского и Гвардейского морского экипажа, из них сформировали так называемый сводный гвардейский полк, и отправили воевать на Кавказ, значит, искупать свою вину. Через пару лет их вернули, причем обратно в гвардию их из гвардии не выписали, а гвардия была привилегированная частью армии. То есть, солдатам было нечего предъявить, они как бы, да, вот вышли за присягу, попутали. Как выяснилось, все-таки Николай правильный кандидат, как показали последствия, но из солдат были отданы под суд восемь человек, которые, это в Петербурге, я имею в виду, я сейчас не касаюсь восстания на юге Черниговского полка, восемь человек, которые, выходя вот на площадь, в ходе восстания совершили какие-то совершенно конкретные, уже просто дисциплинарные проступки. Там, не знаю, непосредственный командир встал перед ним, сказал никуда не ходить, солдат его оттолкнул и побежал. Дрались за полковое знамя, потеряли его или порвали, сейчас не помню точно. Вот таких вот было восемь человек, которые такие очень конкретные проступки описанные в воинских уставах совершили. Вот их отдали под суд. Остальных все вот отправили немножко повоевать и вернули. Таким образом, в общем, вот так вот с солдатами. Нас в школе учили, что среди декабристов были те, которые в 1814 году вошли в Париж, увидели процветающую демократию, прослезились и захотели сделать то же самое в России. Но, подождите, в 14-м году во Франции не было процветающей демократии. Не было, не было. Я, как раз, готова была это сказать. Это была империя. Отчего же они прослезились-то? Или не прослезились? Они прослезились не от Франции и не от Парижа и не от их демократии. Они сначала-то, Франция была разоренная войной, во-первых. Нищая абсолютно. Они во Франции были поражены, вот если почитать любые, не только декабристов, любые военные дневники офицеров, участников в заграничных походах, войдя во Францию, они сказали, тю, это и есть ваша прекрасная Франция? Вот эта грязь? Вот эти крестьяне в деревянных башмаках? Вот эти дома пустые вообще? Где, простите, значит, один офицер в удивлении писал, что в доме шаром коти нет вообще ничего, ни мебели, ни столов, ни стульев, но почему-то только ночные горшки. Вот это почему-то какой-то главный предмет французского быта. Нищие, почти нет мужчин, потому что их вымели вот эти вот годы бесконечных войн. Там во Франции не на что было особо соблазняться, но перед этим они прошли через Германию, и поражены-то они были не демократией, а просто процветанием Германии. И это тоже очень занятно читать дневники русских офицеров, ну, во-первых, это такой грандиозный турпоход, каждый из них пишет в дневнике все интересное, что он увидел. У них куча даже просто хозяйственных наблюдений, что вот, а мы остановились на посту и в доме, и дом такой, значит, крепкий и зажиточный, дочка хозяина ходит, значит, в шелковом платье, играет на фортепьяно, а еще нам пирог испекла вкусный. И это хозяин читает газеты, рассуждает про мировую политику, а он простой крестьянин. То есть для русского человека, вот крестьянин, читающий газеты, и у которого дочка с фортепьянами был абсолютным шоком. Они начинали рассуждать, что ладно, наши крестьянки, но наши-то барышни на фортепьянах могут, а пирог испечь нет. То есть куча каких-то бытовых наблюдений. А вот у немцев, значит, в садах пруд, а в пруду еще не просто вода для полива, а там еще карпы у них плавают. Куча вот каких-то вот просто буквально, вот читаешь, понимаешь, что он примеривается, как он в своем имении, вот это и это потом попробует сделать. Такая бытовая благоустроенность, зажиточность очевидная, очевидная вот какая-то там рачительность, чистота, вот это их очень сильно впечатлило. И возвращаясь в Россию, они писали, а как же так, у нас народ победитель Наполеона, спаситель Европы, а живет бедно, скудно, тяжело, и надо что-то с этим делать. И опять же, это было тоже достаточно сильным и шокирующим наблюдением, которое декабристы фиксировали. Вот они возвращаются в Россию во главе победоносных войск и осознают, что вот эти солдаты, которые с ними рядом вытянули войну, которые реальные победители, а их семьи крепостные, их семьи кому-то принадлежат. Они говорят, как так? Как это вообще возможно? Как это можно терпеть? человеку сколько-нибудь нравственному? Вот с этого все начинается. Известен старый анекдот, ну, советский. Вот твой прадедушка хотел дать свободу крестьянам, и он стал декабристом. Ну, и все такие байки бессмысленные. Что конкретно эти кабинетные салонные мыслители хотели дать не себе, ну, себе хотели дать участие во власти, участие в формировании власти, во вдохновении в власти, а нам, трудящим, что они хотели дать? Во-первых, я не могу сказать, что их программа была так уж прямо вот сформулирована до конца, но есть текст конституции Никиты Муравьева, есть русская правда Пестеля, они искали способ какого-то более справедливого, в том числе экономически, устройства жизни. Как это сделать конкретно, они не очень понимали, потому что Пестель придумал свое разделение земель, он придумал, как решить аграрный вопрос. Значит, все земли, пахотные земли, нужно поделить на две условные половины, одна половина остается в частном владении, пожалуйста, значит, можете там приобретать земли и владеть ими дальше, вторая половина уходит в общественную собственность, но не обобществляется, как потом решили более поздние деятели, а идея у него была какая, каждый гражданин для основы своего существования, надо все-таки помнить, что эта страна абсолютно целиком аграрная, промышленности почти нет, торговля мизерная, как основа для, значит, безбедного, нормального существования, каждый гражданин получает земельный надел, достаточный для того, чтобы прокормить у него свою семью. А вот дальше начинаются проблемы, как-то Павел Иванович не посчитал, хотя считается, что он был большой любителем математики и статистики, он не посчитал, сколько, и как-то у него удивительным образом вообще нет никаких расчетов, а вообще, как он себе представлял, хватит ли на всех земли, то есть он не поделил там площадь империи на численность населения. Кроме того, он это распространял на всех, включая городское население, и как он себе представлял наделение жителей городов этими земельными наделами, тоже непонятно, но основа его, значит, мысли в том, что каждый гражданин имеет право иметь вот этот участок земли, а дальше, если ему мало, он может покупать вот из того, второй половины, но дальше Павел Иванович не додумал никаких, вот всех, конечно, интересовало, как он себе представлял вот это все, вот перераздел, как это все делать, но у него это нигде не написано, он, видимо, сам уперся в то, что непонятно, как это осуществить. То есть они хотели какой-то банальной справедливости. Историография наша, особенно советского периода, очень была сосредоточена на том, планировали ли они республику, которую советская историография считали более прогрессивной, или конституционную монархию, как менее прогрессивную. Но если почитать самих декабристов, что они писали, что они говорили на следствии, а тут опять же я возвращаюсь к тому, что уже сказала, ведь следствию было малоинтересно, что они там планировали. Следствие этим не интересовалось. Они это говорили как бы, ну вот спонтанно, кто-то захотел, кто-то счел необходимым это сказать, кто-то не стал. То есть у нас нет там такой полной, внятной картины. Но из того, что они говорили, объясняя вообще мотивы своих действий, их больше всего-то не республика и конституция волновали, хотя, конечно, они считали, что это было бы хорошо. Кстати, про республику все не так было, как бы не единогласно. Потому что тогда же была с 18 века господствовали теории, что есть прямая зависимость между размером державы и подходящей для нее формой правления. И считалось, что конституционная монархия это хорошо для государства средней величины. Республика хороша для государства небольшого. Ну там, где все могут там собраться, проголосовать, в общем, как-то так. А для такой огромной державы, как Россия, нужно исключительно только централизованное такое вот единоличное правление, потому что иначе просто невозможно принимать никаких решений и невозможно управлять. То есть они, исходя из этой теории, очень многие из них говорили, что, наверное, республика это, конечно, прекрасно. И вот там про греков и римлян читать полный восторг, но как это у нас применить непонятно при обширности пространства России. Но если смотреть в принципе, что они писали, то больше всего их не республика и конституция. Они говорили о гораздо более конкретных вещах. Они очень много писали об отсутствии, о невозможности добиться правосудия в судах, о несовершенстве законах, о лихаимстве чиновников и, в первую очередь, судейских, о тяготых и несправедливых стих солдатской службы, что нужно облегчать службу солдат, что нужно сокращать срок этой службы с 25 лет хотя бы до 15, что, не знаю, нужно избавлять солдат от телесных наказаний. Масса вот таких вот вещей, гораздо более конкретных, не связанных с там, республика, конституционная монархия, а вот с такими точечными вещами. То есть это не очень даже государственный переворот, а улучшение государства. ведь какая штука? Ведь Александр I тоже мечтал о конституции и считал абсолютно нужным освободить крестьян. Есть знаменитая фраза, что крепостное право это есть пороховой погреб под государством. Кто сказал? Александр Христофорович Бенкендорф. И сказано это не где-нибудь, а во всеподнейшем докладе третьего отделения за 1838 год. Это такой документ, который третье отделение ежегодно подавало. Это как бы обзор общественного мнения за год. Николай I тоже, в общем, вполне был убежден, что с крепостным правом надо заканчивать. И даже есть его цитаты из него, из разных этапов его царствования, что он считал главным делом своей жизни это сделать. Никто не понимал, как из монархов, монархи-то уже успели порулить этими рулями и понять всю степень сложности. А наши молоденькие поручики, они еще были вполне в наивном представлении, что надо издать правильный закон и все будет хорошо. Все в восторге согласятся и обрадуются. Степень наивности декабристов, она тоже как бы, ее сложно себе представить, но она очень велика. А так у них очень много всякой конкретики. Давайте сделаем как-нибудь так, чтобы там судьи судили справедливо, чиновники не воровали. И мужики водку не пили. Вот это их меньше волновало. Они просто мужиков мало видели в своей жизни. Как раз нет. Они солдат видели. Во-первых, солдаты. Во-вторых, многие из них просто жили в имениях, в провинциальных имениях. То есть их уставила норма потребления. Вот на самом деле для меня это такая поразительная вещь, о которой я много думаю. Если посмотреть каких-нибудь, например, революционных народников, которые разночинцы, многие вообще происходят из каких-то очень простых семей, там, не знаю, Поповича, то есть они выросли в деревне. Но они говорят о сферическом народе в вакууме, который готовый социалист и вот какую-то вот эту совершенную шучу. Во-первых, они сами запойные пьяницы. Как будто они просто никогда живого человека из народа не видели. Декабристы в этом смысле гораздо реалистичнее. Они, в общем, все-таки представляли себе вот этот вот контингент. Интересно. При всей своей наивности вообще. Вот это сравнение с народниками революционное. Народники, плоть от плоти людей, священников, хуже видели и знали свой народ, чем офицеры. Вот когда читаешь их документы, такое впечатление, да. Я не знаю. У меня мозг взорвался. Я не знаю, как это объяснить. Вопрос немножко в сторону. Артиллерии расстреляли восставших на Сенатской площади. Кто-то побежал на лед, на льду их тоже расстреляли на Неве. И сколько-то поубивали солдат. И очень много убили гражданских зевак. Вот на самом деле с этим большие проблемы. Мы не знаем. Откуда мы знаем про много гражданских зевак? Мы пришли поддержать трудящиеся. Нет. На самом деле тут есть большая проблема с количеством пострадавших 14 декабря. И связана эта проблема опять же с советской историографией, когда в 70-е годы был опубликован документ. Документ, честно говоря, некая записка, неизвестно кем написанная, в которой написано вот там 14 декабря погибли. И дальше идет раскладка. Там генералов столько, там штаб офицеров, то есть офицеров у них получается десятка-полтора погибло. А всего там больше тысячи человек. Академик Милица Васильевна Нечкина была в восторге. Почему-то советская историография считала, что чем больше погибло на сенатской площади людей, тем злее самодержавие, и тем, соответственно, больше работает на советскую версию. Но кроме Милица Васильевна, которая, конечно, была давлеющим авторитетом, просто это цифры абсолютно неправдоподобные и невероятные. Ну, потому что офицеры – это гвардия. Мы их всех знаем поименно, мы знаем биографии всех гвардейских офицеров. Никто никогда не смог вычислить, где они эти полтора, там, или не помню, два десятка погибших. Вот фамилии, пожалуйста, да? Они никаким образом не прослеживают. А кто и зачем это написал? Да вот неизвестно, чье это авторство. Единственное, что известно, что это бумажка из фонда чиновника, который в своем прошлом служил в третьем отделении. На основании чего академик Нечкин решила, что, о, вот это-то достойно. Достоверные сведения. Но это вообще неизвестно, что за бумажка. И вот оттуда идет вот это сведение про огромное количество погибших, которое, благодаря вот этому вот фильму, который только что выпустил, первый канал, я его тоже не видала. Но у них там заявлено, что… Я сейчас перебью. Олечка, извините меня. Я открою вам глаза на механизм воздействия на публику. Вышла книга Ольги о пестоле. Я обычно, как обычно, ее тут же опубликал в интернете. Но она спокойно читается, общедоступно и бесплатно. Выходит фильм. Толпа читателей бросается читать эту книгу. Казалось бы, тебе вот если мультфильм не показать, ты не будешь читать? Оказывается, так. Очень разрекламировал этот фильм книгу Ольги Валерьяновны. Ну, это, конечно, приятно, но у нас теперь проблемы с этим фильмом. Они там, значит, сделали картинку, что на Сенатской площади 34, что ли, пушки. А надо сколько? Четыре. Абсолютно точно, достоверно. Слушай, ну четыре пушки не могли тысяч человек убить. Никак. Конечно, не могли. Более того, есть документы артиллерийского ведомства. Эти четыре пушки сделали семь картечных выстрелов. Не залпов, а выстрелов. Семь зарядов картечи. В заряде картечи тогдашние сто пуль. Объясни мне, каким образом могло быть тысячи погибших? Ну что, ну 200. При том, что даже есть работа, еще в советское время спорившие с Ничкиной исследователи петербургские сделали, они пошли смотреть военные уставы, и уже тогда по материалам наполеонских войн были вот эти просчитаны там количество пораженных, ну как это называется, военный термин, я не знаю, в общем процент поражения при применении разных видов вооружения. И был точно известно, вот если в упор стрелять картечью, то сколько этих картечен кого-то поражает. Они даже эти сведения привели, но никак, никакая тысяча не вытанцовывается. То есть это цифра неправдоподобная. Другое дело, что есть... А народу сколько? Вот, я подхожу к этой проблеме. Значит, в свое время, в 1925 году была опубликована великолепная, не утратившая своей актуальности до сих пор работа Габаева «Гвардия 14 декабря 1825 года». Была она парадоксальным образом под одной обложкой с книгой профессора Преснякова про 14 декабря. Объясняется это очень просто. Габаев был гвардиеполковником царской армии, очень видным военным историком. Он после революции, значит, залег на дно, никому он своими огромными познаниями военно-историческими был в 20-е годы не нужен, но вот реализовал их хотя бы в виде работы по 14 декабря. Он работал по военным архивам. По его данным по военным архивам получалось, что среди восставших солдат погибших было порядка 70-80 человек. Есть еще воспоминания офицера Каульбарса, который в ночь с 14 на 15 декабря дежурил на Сенатской площади. Ну, там уже были выставлены посты. И он наблюдал, как полиция стаскивает тела с окрестных улиц и дворов, и складывает под... Тогда Исааки еще был не построен, там забор стройки был. Вот под этот забор складывали тела. Он пошел и посчитал. Боюсь ошибиться, по-моему, 57 тел он насчитал. Разных, значит, там военные, невоенные. 57 трупов. По городу ходили слухи, что, мол, полиция собирала тысячи, сотни трупов и спускала под лед Невы. Что-то я сильно сомневаюсь. Я думаю, что это городские слухи, и никаких документальных подтверждений нет. Я публиковала материалы военно-исторического архива по поводу количества погибших солдат. Там проблема в том, что военное ведомство считало только своих, военных. Там получается цифра, сопоставимая с Габаевым. Тоже 70-80. Почему я говорю не уверенно? Они там утрясали списки солдат, которые были на площади, которые не вернулись в казармы. Там кто-то из них в госпиталях оказался, кто-то в тюрьме, кто-то, значит, в крепости, в заключении, кто где. Человек около 20, они не нашли. То есть, скорее всего, человек 20 просто куда-то дали дёру под шумок. И, соответственно, поэтому цифра не точная. Ну вот где-то порядка 60-80 военных. Сколько было погибших гражданств, их неизвестно, потому что никто никогда не видел полицейских архивов за этот период. И, наверное, не знаю, но, видимо, они не сохранились, потому что, ну... А ты искали? Они в Питере. Это Питер, и, в принципе, ну, их не могли не искать в советское время, потому что всем было интересно. Думаю, что они не сохранились. Но поскольку стреляли в мятежное каре, а гражданские стояли вокруг и за восставшими, то их должно было быть кратно меньше, чем военных. Поэтому вот оно, реальное количество цифр. Что касается они побежали по Неве и по ним там стреляли, это очень красиво описал в своих воспоминаниях Михаил Александрович Бестужев, как вот они с солдатами побежали, и как ядра стали падать, ломать лед, значит, солдаты стали тонуть. По реке, по-моему, одна пушка выпустила два или три ядра. Полк утонул. Михаил Александрович, понятно, он был в состоянии аффекта. Кроме того, мы, конечно, говорим о декабристах как о ветеранах наполеоновских войн, но вот те молодые люди, которые были активными, как ракоте, кто устроил 14 декабря, они как раз в большинстве своем, ну, кроме Турбецкого, который, кстати, не явился, они не были участниками войн, они были моложе. Скажем, ни один из братьев Бестужевых реально в войнах не участвовал. Николай Александрович служил во флоте и с флотом, но флот не воевал, он просто там присутствовал где-то. То есть, скажем, для того же Михаила Бестужева, насколько я понимаю всю его биографию, вот этот день был, когда он в первый раз вообще под огнем оказался. То есть, наверное, у него, он вообще был человек при этом с богатой фантазией, и не всем его рассказам надо вот так вот доверять буквально. Гражданских потерь сколько примерно? Неизвестно. Ну, никак не больше вот тех 60-80, что военные. А вот задам такой практически, профессиональный вопрос. Это в литературе уже признано, описано, если мы откроем энциклопедию, прочитаем количество жертв, сколько там будет написано? В энциклопедии не знаю, что написано, ну, в общем, литература на эту тему есть. И я писала, и до меня многие писали, я суммировала. И вот в томе 21, от этой вот знаменитой серии, все эти материалы военного ведомства я опубликовала. Про солдат, про как их там, значит, утрясали списки, про количество раненых. А вот у нас здесь есть родители и дети. А в школе, интересно, сколько говорят про потери? Тоже тысячи миллиардов. Слушай, я думаю, что школьникам вообще как бы до этого не доходят. Не, ну, в житебнике должно быть написано. Не факт. Нет? Да, скажите, сколько? Не, 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 не. Нет, уже новые. А декабристов могли просто содрать советских, их не пересматривали. Ну, я вам хочу сказать. Нет, не то что врали, но преувеличивали, потому что, в общем, в советское время были свои как бы представления о процессе, и они давлили. Когда мой старший сын 20 лет назад начал учиться в школе и меньше, я просто делал школьный учебник по истории. Он прекрасен, он очень умный, толковый и хороший. Поэтому прошу не клеветать на наши современные учебники. Я надеюсь, что там будет правда. И как раз эта правда, она должна быть приведена в соответствие. Сначала мы сами должны с ней разобраться, да, с правдой. Ну, вот, не сотни, не тысячи, а десятки. Вы думаете? Хорошо, хорошо. Что меня потрясло 20 лет назад? О том, что, именно то, что в истории централизации русского государства, который мы знаем вокруг Москвы и там все такое, и конкурирующие центры, Тверь чуть-чуть, Нижний Новгород, был добавлено и убедительно описано чистая правда, что альтернативным центром централизации русских земель было Великое княжество Литовское. Это очень хорошо. Это свободомыслящие. Это правильно. Это абсолютно политически независимый взгляд и верный взгляд. Я не думаю, что сейчас от этого отказались. Нет, нет, нет. Я, у меня нет уже времени этим интересоваться. Дети еще не доросли, младшие, но я хотел бы надеяться, что все будет хорошо. Известны случаи успешной государственной службы декабристов после отбытия ими наказания. Многочисленные ли эти примеры? Ну, назови самые яркие. Ну, на самом деле, после отбытия наказания, тут надо тоже как бы понимать, что наказания были разные, были разные градации. Кто-то, значит, был сослан в Сибирь на каторгу навечно, а кто-то без лишения чинов и дворянства в ссылку. Вот из этих ссыльных без лишения чинов и дворянства, скажем, был Александр Николаевич Муравьев, который на минутку был инициатором организации первых и лидеров Союза спасения, то есть первого общества декабристского и затем лидером Союза благоденствия. Потом где-то вот на стадии Союза благоденствия ему все дело надоело, он занялся другими вещами. Муравьев был сослан, поскольку он рано ушел из тайных обществ, никаких там разговоров про цареубийство, ни участия в восстании за ним не было, он был сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства. Там в ссылке в Тобольске поступил на службу, городничим был, в состоянии ссыльного, а потом после амнистии он вернулся и еще служил, он был в числе таких, ну, средней руки и чиновников, осуществлявших христианскую реформу. Ростовцев. А вот это другой вопрос. Ростовцев или брат нашего Александра Николаевича Муравьева, Михаил Николаевич Муравьев, известный больше как Муравьев Виленский или Муравьев Вешатель, они не были осуждены. То есть Муравьев, вот если говорить про Михаила Николаевича Муравьева, то он вслед за братом был в числе организаторов Союза спасения и они наиболее вероятные, насколько сейчас можно об этом судить, авторы устава Союза благоденствия. Но дальше он себе служил, он довольно быстро расстался с этой идеей про тайное общество, я говорю про Михаила Николаевича, делал государственную карьеру и да, вот он, вот тот самый граф Муравьев Виленский, подавлявший польское восстание, заседавший в комитете по крестьянскому делу, крупнейший государственный деятель. И Ростовцев тоже, он как бы, он слегка, значит, ему рассказали накануне 14 декабря, что тут у нас тайное общество, он донес на него Николая, как известно, и в общем, он не был осужден, он продолжал государственную карьеру и тоже был одним из центральных деятелей подготовки крестьянской реформы. Интересная деталь, хочу проверить свои поверхностные сведения. Муравьев Виленский или Виленский, победитель польского восстания 1863 года. А еще 1830-го? В 1863 году в Петербурге на паркете оказался почти в одиночестве. И он все равно выполнил свой государственный долг и сделал совершенно редкий поступок. Он обычный дворянин высшего уровня, столичный, заслуженный и так далее, он для того, чтобы выбить у крамолы любые социальные основы, начинает защищать права крестьян от польской шляхты. Польских крестьян. у польской шляхты были русские, белорусские, малороссийские крестьяне. И вот Муравьев начал делать ставку на крестьян, чтобы получить массовую поддержку государства. Естественно, шляхта рассердилась, начала вешать, начала наших крестьян называть бранным словом шизматикой, то есть схизматики, то есть неправоверные. Так вот, этот мужественный человек в 63-м году опять оказался в одиночестве против петербургского салона. Но тут сложно сказать, потому что у него были очень сильные контрасты Константин Николаевич либералом и главой комитета крестьянского. Константин Николаевич его ненавидел. В дневнике это прямо у него записано. Но Константина в Петербурге после того, как он сидел наместником в Варшаве в 62-м году и допустил там все это, Константина в Петербурге тоже встретили сильно неласково. И за кого в большей степени был Петербург в этой ситуации, за Муравьева или за Константина, это отдельный вопрос, требующий исследования. Вопрос. Вот этот в этом поколении, так скажем, в декабриском в декабриском поколении молодых офицеров, дворян, не обязательно их личный, а опыт их среды. Какое оказал воздействие на их будущее, на следующие 30, 25, 40 лет? Чему он их научил? А что именно под средой? Брат, сват, товарищ по пороте, по полку, по дивизии. Вот в этой, в единой социальной дворянской офицерской среде. Какие выводы были сделаны из этого восстания? Так, можно я разнообразно отвечу? У нас есть еще время? Можно восточное. Значит, во-первых, что касается среды, это, мне кажется, очень важная вещь, которую тоже надо проговорить. Поскольку декабристы у нас традиционно тоже все время подверстываются к истории революционного движения, я уже сказала, что они не были такой нормальной политической партией или подпольной партией. Из этого следует одна тоже фундаментальная вещь. Любая подпольная партия, любое подполье, любая политическая вне стоящая среда, она состоит специфическую свою собственную среду, живущую в значительной степени, в силу внешних условий, она в значительной степени живет, как любая криминальная среда. то есть она создает свою специфическую мораль, она живет вне общества, она живет внутри себя достаточно замкнута, у нее нарушенные или искаженные связи с остальным обществом, в том числе с родственниками, например. У декабристов ничего этого не было. Они были нормальными, обыкновенными членами своего сословия, своей среды, то есть дворянами, владельцами имений, или не владельцами детьми владельцев имений. Тут тоже надо понимать, что большинство декабристов были люди молодые, они сами не владели, не управляли своими имениями, у них родители были живы. Они служили, они были частью офицерства, они служили очень усердно, для них служба, как и их политические идеи, были составляющими служению отечества, они были патриоты абсолютно безусловные. И здесь можно набрать массу всяких прямых высказываний. Никита Муравьев на вопрос о формировании его взглядов на следствие ответил, что в 12-м году, когда закончилось его учение, я не имел других взглядов, кроме пламенной любви отечества. И про пламенный патриотизм, воспаленный патриотизм, они все говорили достаточно дружно. И для них усердно служить на том поприще, которое для себя избрал, или хорошо управлять своими имениями, обеспечивать в том числе благоденствие своих крестьян, или думать о политических реформах, это все в одном ряду стояло. Для них политическая их составляющая не образовывала параллельную структуру общества. Они были просто частью дворянства. Поэтому, возвращаясь, они были в разной степени образованные дворяне. Я уже проговорила о том, что Александр Первый и Николай Первый тоже все понимали насчет того, что хорошо бы реформы крепостное право отменить конституцию. Михаил Никитич Муравьев известный очень такой барин просветитель 18 века, попечитель Московского университета, отец декабриста Никиты Муравьева и младший брат Александр Муравьев тоже декабрист. Михаил Никитич Муравьев воспитатель, учитель великих князей Александра Палыча и Константин Палыча. Преподавал им словесность и по-моему историю. То есть это как бы единая идейная среда, из которой они все росли, так или иначе, они одинаковые книги читали, они понимали друг друга на уровне культурном, просто они разные пути видели того и другого. Когда создавался союз спасения и союз благоденствия, они вполне всерьез говорили о том, что он же делал публичные заявления Александра о намерениях реформ. И эти молодые люди решили помочь государю создать общественную среду, общественное мнение, поддерживающее намерения государя. И это все было абсолютно они не лгали, когда они это говорили. Если бы Александр действительно приступил к каким-то реформам, они бы постарались так или иначе содействовать их осуществлению. Другое дело, что сам Александр не очень понимал общественного участия, все-таки он в этом смысле очень самодержец был. Но в целом, если бы начались реформы сверху, люди декабристского круга и сами декабристы были бы вполне поспешили бы их осуществлять. они были компетентны и это реформы все-таки у нас молодые капитаны там поручики подполковники кто как дослужился, но в общем конечно в этом было очень много такого наивного поры. Но в целом они хотели реформ общества и мне было принципиально как последую у них не было вот этой вот идеи фикс на обязательно сделать революцию и свергнуть самодержавие. Вопрос о свержении самодержавия вообще не формулировался. Должен спросить, они действительно хотели убить Николая и его семью? Во-первых Александр все-таки. Нет, ну у нас разговоры о цареубийстве они велись еще там в 823 году в 824 то есть речь об Александре. А Николай это вот ровно на Сенатской площади 14 декабря. И семью детей было ли? Вот непонятно потому что наследствие они очень разноречиво показывали и спорили. Возможно этот разговор все-таки возникал но не убили даже 14 декабря. на самом деле это кстати говоря Николай первый вечером 14 декабря сказал брату Михаилу Павловичу который с ним был рядом весь день он сказал знаешь самое удивительное во всей этой истории что нас с тобой не пристрелили они торчали на площади целый день тут на самом деле непонятно потому что вот такой вот тоже упертый как у народовольцев продолжим сравнение упертый идея что надо убить царя и дальше все как-то само собой наладится у них не было у них ход мысли был какой это вот то о чем говорили в южном обществе когда обсуждали свои планы ну хорошо мы считаем что для России полезна республика мы значит вот пытаемся учредить республику для того чтобы избежать большой крови оглядываясь на опыт французской революции лучше всего чтобы вот никакые народные восстания вообще народ в это все не вовлекать потому что тут же начнется резня вот лучше всего войска которые значит дисциплинированы ну военный переворот такой как наиболее бескровный и нетравматичный так сказать способ дальше возникает вопрос а куда значит а что делать с царствующим императором и наследником во Франции потому что значит контрреволюция опиралась на наличие законных наследников престола значит думали они наверное чтобы избежать большой крови братоубийственного кровопролития нужно каким-то образом сделать так чтобы наследников не было и вернее всего конечно их убить пожертвовать одним ради значит счастья миллионов но это осталось теоретическими разговорами никто из тех кто вот это все разговаривал они даже в восстании ни в какой не пошли провокаторы Ольга Валерьяновна также написала биографию Николая Первого поэтому я с чистой совестью хочу задать вопрос а Николай Первый имел личный военный опыт вот он так мужественно ходил по Сенатской площади рискуя жизнью а он лично воевал где-нибудь нет а почему он такой мужественный вот такой уродился это вот известный случай как он в одиночку остановил крестьянский бунт крикнув восставшим крестьянам на колени ну это да это холерный бунт у него просто рост был высокий ему можно нам-то чего маленьким хоть кричи хоть не кричи никто на колени не встанет я лично видел в чите в музейчике декабристов который в здании старой церкви какой-то рисунки того времени о том как декабристы отбывали каторгу там или еще чего-то и вот они сидят в дощатом помещении что-то курят там девушки все хорошо не было там девушек ну жены я имею ввиду жены тоже девушки в каких условиях декабристы отбывали каторгу это были каторжные условия или с девушками девушек не было настоящей реальной каторги тоже конечно не было и тут ну во-первых конечно вот сколько их не ссылай сколько их не лишай чинов званий дворянства и прочего а все равно приезжают значит лишенные всех званий жены декабристов в сибирь они по бумагам жены государственных преступников их статус таков вся сибирь их называет наша княгиня то есть ну вот все равно вот это вот сословная такая градация она была для всех очевидна в том числе для сибирских обывателей которым даже в общем было где-то лесно что к ним настоящие княгини приехали и настоящие князья хоть они там и в кандалах поэтому в значительной степени вот эта вот мягкость содержания она связана была вот с этими сословными такими с тем что это сословное общество поскольку часов в день они кайлом работают а вот вот значит тут какая случилась с каторгой эта история не задалось у них с каторгой сначала предполагалось что ну их же 120 осужденных ну не все на каторгу но значительное число сначала предполагалось что их небольшими партиями рассылают значит там по разным горным заводам рудникам и они там значит отбывают свою каторгу первую партию 8 человек отправили в благодатский рудник и они там зиму провели действительно достаточно ну в приближенных к каторжным условиях там как раз были Волконский Трубецкой там известные декабристы в эту партию попали а дальше Николая который вот это все уже вроде как подписал вдруг пробил до него вдруг дошла ужасная мысль это же огромная Сибирь о которой в Петербурге имели очень смутное представление там вообще было очень мало администрации очень мало войск они толком не понимали что там вообще на этих бескрайних просторах происходит при этом все-таки надо не забывать что все сообщение это только гужевое только конное никакой другой даже способ передачи информации не существует и тут друг Николай сообразил что вот в этот непонятный край населенный в значительной степени бывшими каторжниками которые там отбывают остаются там жить мы своими руками по всей Сибири рассеваем заразу вольнодумство видимо в какой-то момент он от этой мысли проснулся в холодном поту я сказала нет так все это отменяем всех собрать в одном месте и охранять хорошенько чтобы они нам всю Сибирь не перепортили это было вот где-то вот к весне уже 27 года первых 8 человек отправили потом еще несколько человек отправили на какие-то небольшие заводы там вокруг Иркутска а дальше значит собрать всех в одну тюрьму но их много а в общем Сибирь на большие скопления вот этих кадржников в одном месте тоже не рассчитано было с ними была проблема и когда их в Петропавловскую крепость сажали под следствие они там не помещались там строили временные перегородки в крепостных вот этих казематах их просто некуда было рассадить не было мощностей таких и то же самое с сибирскими тюрьмами нашли тюрьму в Чите там были по-моему две большие комнаты куда поместились почти все но не совсем все но сколько-то декабристов туда перевезли значит и втиснули вот там они в основном жаловались на то что было тяжело из-за постоянного скопления людей то есть вот они были стиснуты в этой тюрьме даже не душно шумно невозможно ни минуты побыть одному много молодежи нет у них все-таки там были в сенях вот это все горшки это у французов много молодежи которая хотела подвигаться они там начинали всякие шумные игры устраивать возню а более старшие значит держались за голову они еще все в кандалах при этом это все грохочет при каждом движении это все продолжалось значит ну все понимали что им там тесно с читой была какая проблема вот тюрьму нашли но в чите вообще не было никаких рудников совсем там просто никакого предмета каторжных работ не существовало вот но не было их водили типа на каторжные работы там какой-то овраг придорожный засыпать они ходили с удовольствием ну подвигаться на воздухе побыть еще мельница там была они еще мельницу ручную крутили вот тоже им нравилось а дальше значит для них стали строить специальную тюрьму но все понимали что это все не дело что как бы отправили значит генерала Лепарского который был очень добродушный человек в принципе и в общем не злобствовал ему дали широкие полномочия он поехал выбирать место для новой тюрьмы выбрал Петровский завод там построили значит к 30-му году закончили строительство новенькой специальной тюрьмы для декабристов где они все размещались по отдельным камерам все как полагается у нормальных каторжников летом 30-го года да не было там никакой каторги ну не было там рудника ну где его взять зато вот место для тюрьмы нашли построили тюрьму летом 30-го года их пешком туда перевели там что-то километров 300 что ли они пришли пешком были в восторге собрали всякие ботанические гербарии по дороге пейзаж зарисовали в общем потом вспоминали все с большим удовольствием а дальше там не было там каторжных работ вот ну не было не оборудована была сибирь под такое количество политических заключенных 120 не все пошли на каторгу ну где-то под сотню наверное мы последний вопрос дикие были времена мы подошли к последнему сейчас сейчас максим подошли к последнему вопросу я никогда не чураюсь этих вопросов потому что мы живые люди мы должны задавать себе этот вопрос даже если он не научный первая половина чему опыт восстания декабристов научил русское общество до революции и чему он учит нас сейчас да наверное художественный вопрос наверное я отвлеклась и не до конца ответила кстати на предыдущий вопрос известно что по окончании дела декабристов Александр Дмитриевич Боровков он как бы был главой делопроизводства следственного комитета правитель дел по требованию Николая Первого он составил выписку из показаний декабристов с их критикой положения в стране она есть эта книга лежит в Петербурге в архиве считалось что есть воспоминания что ее видели на столе у Николая сами декабристы наблюдая уже в 30-е годы происходящие там всякие мероприятия Николая писали что о прям вот все что мы хотели она издана нет а что ты не издала ну не все сразу то есть в принципе на самом деле в течение Николаевского царствования очень многое из того о чем декабристы писали так или иначе было учтено была произведена реформа государственных крестьян Павла Дмитриевича Киселев а Киселев между прочим в пору когда существовало южное общество оно было в войсках второй армии Киселев был начальником штаба этой армии с Пестелем много беседовал в том числе значит про всякие политические вопросы вообще его подозревали в том что он знал о существовании тайных обществ Николай ему сказал ты будешь моим начальником штаба по крестьянскому вопросу и реформа государственных крестьян рассматривалась в значительной степени как пилотный проект для реформы уже и помещих крестьян тоже масса других более частных вот всяких таких точечных вещей в том числе довольно серьезные хотя и не громкие и не очень известные реформы военные положения солдат тоже в общем так или иначе были осуществлены тем более что генералы там и сам Николай в общем они понимали правоту декабристов который говорил что вот это и это нехорошо то есть на самом деле подспудно вот эти все высказанные декабристами идеями они так или иначе были приняты в разработку но мы до сих пор находимся под воздействием ленинской схемы первый период второй период треть а вот изнутри из истории глядя как общество переживало память о 25 годе с ленинской схемой есть во первых одна очевидная проблема ленин свою датировку дворянского периода начал с декабристов в 1825 году то есть когда закончился декабристский период это все что я хочу сказать о ленине его знания ленин яркий писатель ну то есть вот как бы да с одной стороны правительство николая первого подспудно тихо негромко это декларируя но тем не менее какие-то вещи о которых говорили декабристы потихоньку осуществляло и прекрасно понимала ситуацию так же как и декабристы например как бы ни николай ни бенкендорф никто вообще не питал никаких иллюзий о состоянии правосудия в стране иногда есть жандармские дела очень забавные у нас они есть в наших фондах когда вот докладные бенкендорф и резолюции николая где речь идет о том что там ну какой-то крупный например дворянин который ну просто уголовные преступления совершает и они между собой переписываются что мы же прекрасно понимаем если его обычным путем отдать под суд сословный дворянский его отмажут значит давайте как-то придумаем так чтобы давайте мы его в другой губернии может быть попробуем найдем формальный повод может у него в другой губернии имение есть там его никто не знает там значит легче будет добиться справедливого по закону осуждения или давайте вообще пишет бенкендорф а давайте государим вообще не будем все это судами задевать сошлем его административно ну ведь ну ведь увернется же если его судить как бы как положено по закону они все это прекрасно понимали это постепенно на уровне государственном так или иначе реализовывалось с другой стороны жизнь общества которая начиная с декабристов так или иначе тоже переваривала идею о необходимости освобождения крестьян и собственно если на момент восстания декабристов общество к этому было абсолютно не готова то к 61 году созрела выросла та самая либеральная бюрократия с помощью которой реформу смогли произвести даже в 25 году к чего бы не хотел Александр I а кто бы делал эту реформу там одни крепостники не ответила вот глядя с сегодняшнего дня в чем здесь мораль главная этого восстания в чем мораль власть должна что делать иметь обратную связь задушить восставших и взять ее программу взять их программу да здесь можно очень много разной морали вывести и да то что нужен какой-то диалог власти и общества что нельзя общество сумасшедшие ну пусть ну все-таки в той степени как бы да да на том этапе не было общества совсем уж сумасшедшим но скажем на момент декабрисов система была такова что ну их вообще не спрашивали государь было не угодно чтобы они мешались в политику строго говоря почему тайное общество в том числе потому что офицерам вообще не полагалось рассуждать про политику для этого надо было вот закрыть дверь сказать у нас тут тайное общество тайное сейчас мы тут вот обсудим как мы читали монтескье но для меня тайное общество это обычная копия масонской ложи отчасти в значительной степени все потому что в это уже тоже поиграли как кто-то говорил из моих учителей на исфаге масонские ложи в то время были как в советское время пионерской организации для всех ну да мог ли Николай их не повесить ну после восстания наверное уже это было затруднительно с другой стороны ну я могу себе представить ситуацию когда Николай вот Николай же тоже был он был горячий импульсивный что если бы он был более спокоен он бы мог ну может быть не не в общем все-таки организаторов прямого военного восстания ну ну никуда тут не денешься их надо как-то наказывать но возможно можно было как бы там ну несколько минимизировать то есть хотя и так в общем она была минимизирована там же на середине следствия когда они наарестовывали уже больше трехсот человек главные деятели следствия Чернышев Бенкендорф подали закладную записку что государь давайте мы как-то вообще сворачивать эту историю мы же не можем вообще половину отпусков дворянских семей арестовать это вообще тоже политически неверно они приняли решение скажем выпускать всех кто после союз благоденствия в тайных обществах не участвовал и не участвовал ни в каких разговорах о цареубийстве там массу арестованных освободили еще выдали оправдательный аттестат что хотя он был арестован но ни в чем не виноват и значит ничего ему не предъявляется в принципе Николай же сказал тогда Веллингтону приехавшему на коронацию я удивлю Европу своим великодушием то есть возможно вот то что как бы вот то что был вынесен приговор Николай считал очень великодушным и мягким но в общем вряд ли уже после после состоявшихся восстаний и после вот этих всех всплывших наследствия разговоров вряд ли он мог совсем не реагировать спасибо Ольга Валерьяновна благодарю очень интересно сейчас несколько вопросов да Максим Ваше мнение хотелось узнать о роли Константина Павловича но вот в этой интриге она послужит ну то есть его позиция как лидера ну вот польского ну вот польская армия ну не польская армия размещена в Польше войск она отличалась политически очень сильно от Николаевской и не было ли там двусмысленности вот при вот переходе власти и второй вопрос а что еще вы еще можете коротко о царской библиографии дореволюционной вот как подавалась эта коллизия в официальной исторической библиографии спасибо два отличных вопроса мы с тобой упустили и то и другое что касается Константина Павловича что касается Константин Павловича то вообще я считаю что Константин Павлович оказал Россию неоценимую просто сложно преувеличить значение того что Константин сделал для России когда отказался царствовать потому что степень безответственности этого человека во всех сложных ситуациях она поражает воображение то есть он переименовал бы Россию в Польшу нет ну вот 14 декабря да вот ты не хочешь царствовать ты отрекаешься тебе присягнули ну приедь в Петербург ну разрули ты эту историю нет он сидит в Варшаве ругается и отказывается категорически куда-то ехать и еще письма пишут в таком виде что их никак не обнародуешь ну не матом но в общем это по тем меркам никак не годилось кое-как выбрали из его эпистол что-то более-менее пристойное то есть при этом там же был действительно законодательный тупик потому что Александр подготовил вот эти все письма были письма Константина к Александру о том что он отрекается от престола Александр заготовил манифест передающий наследование Николаю но он их не опубликовал а все-таки законы и тогда как и сейчас вступают в силу после публикации ну Александр понятно он там у него были свои политические расчеты и в общем он совершенно не собирался внезапно умирать в 48 лет дальше как только приходит известие о смерти Александра Николай немедленно тут же вот пока там вот все в слезах императрица мать в обмороке Николай хватает священника немедленно присягает Константину Мария Федором приходит в себя говорит Николай что вы наделали вы что не знали разве Николай начинает делать вид что ничего не знал но он поступил честно со своей стороны зачем он так торопился отдельный вопрос но дальше получается что собирается государственный совет в котором были несколько доверенных людей Александр Николаевич Голицын который знал о планах Александра Первого знал что существуют вот эти запечатанные конверты с надписью рукой императора Александра в случае моей смерти вскрыть прежде всякого другого действия государственный совет и сенат вступают в длительную дискуссию суть которой в чем у нас власть по завещанию не передается манифест император не обнародовал то что там вот где-то лежит в запечатанном конверте теперь после смерти Александра никакой законной силы не имеет соответственно нужно поступать по регламенту по закону по закону наследник Константин Константину присягнули все А Константин говорит а я не соглашался а я не принимал присягу а мало ли что вы там присягнули а я себя не считаю императором поэтому отрекаться не буду ему говорят ты приедь отрекись прилюдно при всех по-людски Константин уперся и тоже ни туда ни сюда ситуация вся эта зависла Николай который 14 декабря после двух недель вот этой переписки между Москвой и Варшавой когда они еще Михаил Павлович посылали туда-сюда ездить уговаривать Николай наконец решается издать манифест о своем вошествии на престол и как я уже говорила в общем у всей столицы было очень много оснований считать его узурпатором ну так формально со стороны и ровно так же Константин в 1830 году в Варшаве себя вел когда там началось восстание у него были все возможности купировать это с самого начала он вместо этого выехал с двором из Варшавы нет просто он был человек какого-то вот такого нелепого характера так историография вы знаете тут вот тоже забавная такая вещь именно в царское время значит во-первых архив следствия над декабристами то есть основной источник с которого мы сейчас знаем о декабристах все царское время до манифеста 17 октября 1905 года хранился в секретном архиве его почти никто не видел там были два или три человека кому лично Николай II разрешил то есть о декабристах общество знало из герценовских публикаций из их мемуаров позднее уже появившихся а главное как это вот не занятно из донесения тайно-следственной комиссии которое было в 26-м году опубликовано в газетах по итогам дела декабристов вот все сведения о декабристах например о том что пьестель главный злодей они все оттуда вот из донесения следственной комиссии и уже в дореволюционное время не только сложилась такая вот легенда о декабристах как о вот таком вот светлом освободительном таком вот порыве но она удивительным образом разделялась вообще всеми спектрами политическими то есть не было политического движения которое бы не хотело подверстать свои предшественники декабристов при том что декабристы же тоже интересны тем что у них же не было доктрины у них не было идеологии там среди них можно найти людей достаточно разных взглядов тем более в Сибири то есть там можно найти какие-то прото там славянофилов прото ну западниками они все были естественным образом они получали образование такое даже там в Сибири скажем известна статья Михаила Александровича Фанвизина который заинтересовался социалистическими учениями там очень многие вот ростки можно найти при желании но они они сами не приписывались никакой последующей идеологии поэтому вот все там либералы радикалы кто угодно они все хотели считать декабристов своими предшественниками включая там большевиков а в сложном и довольно забавном положении оказывались монархисты потому что им-то как бы не полагается да но если например есть полковые истории ну истории полков да которые ну по определению ультрамонархическая вещь да вот это вот военная такая статусная вот есть история того полка которым командовал в свое время Павел Иванович Пестель он к тому времени по-другому уже назывался к началу 20 века написан полковником действующим этого полка знаете там почти целый том это просто апология Пестеля как полкового командира при этом он пишет что кстати он молодец потому что архив полка не сохранился а он это все уже вот там прописал этот полковник Плестерер но он пишет мы не знаем какой он там был политический деятель но полковой командир но сколько он сделал для полка ну прямо вот при этом в Ленинской библиотеке хранится вот эта вот книга из личной библиотеки Николая Второго красивая с муаровыми фарзацами такая вот уж не знаю читал ли ее Николай Второй что он при этом думал но даже вот в ультрамонархическую печать это пролезло это я расскажу 38 год журнал часовой эмигрантский монархический забубенный фашистский поклонник нацистов они тоже за декабристов да вот они за декабристов как предшественников Тухачевского Тухачевского божечки ну вот так вот в голове все Тухачевский и его генералы они тоже хотели повторить подвиг декабристов и это монархисты поклонники Николая Второго поклонники Гитлера вот что с ними делать ну то есть да вот еще еще в девятнадцатом виде абсолютный консенсус что декабристы это наше светлое прошлое так есть еще пожалуйста у нас историю многие познают через телесериалы да вот скажите пожалуйста какой из сериалов на ваш взгляд наиболее близок к исторической правде это первый вопрос и второй вопрос привлекали ли вас консультациям по этим фильмам по каким-либо вы знаете я вам должна честно сказать что я не смотрела ни одного сериала поэтому не могу ничего сказать да я была консультантом но не фильма ну фильма тоже сценария фильма номинально в большей степени вот того сериала недавно вышедшего сербер сценарий был очень хороший они в общем очень аккуратно учли там все те реалии на которые я им указывала кино ну я знаю что даже сам сценарист не очень был не знаю впрочем во всяком случае сейчас он это издает как книгу но я не стала смотреть кино мне было некогда насколько я понимаю в общем на уровне реализации в кино там очень много поменялось и как-то отошло от первоначального сценария поэтому не могу сказать за фильмом за фильм да вот текст сценария который уже как бы он остался за рамками и текст книги уже прозы которая по-моему недавно вышла или скоро выйдет это я видела ну в общем они насколько могли учитывали насколько вообще это можно требовать от художественного текста автора учитывали какие-то реалии но поскольку я сама не зритель телесериалов не могу вам ничего сказать какие еще есть вопросы спасибо вот пожалуйста фамилия фамилия одного из сердцевых генералов я думаю Гилан Адвич сегодня уже посвучал а история знает еще одного Минуэль в этом году исполняется 195 лет как он водил военно-наушную экспедицию на Эльбру а вот более ранний период что-нибудь из подписанного вам и периода вы можете про него узнать ну мы говорим про декабристов с вами а Эммануэль к ним не имеет никакого отношения ну был боевой генерал да есть еще вопросы можно пожалуйста сейчас начал да и потом не надо во-первых спасибо за лекцию вот скажите чтобы я узнать почему они так друг друга сдавали легко наследствие вот декабристы тогда не было никого не было абсолютно верно вы знаете на самом деле это ну тут тоже можно говорить много и многофакторный процесс но в первую очередь это вытекает вот из того что я говорила они не были криминальной средой со своей криминальной специфической моралью которая в первую очередь категорически требует значит ничего никому не говорить никакого сотрудничества со следствием никакого сотрудничества с полицией они были обычные люди и ну в этом смысле да там обычные офицеры и ну представьте себе они не были вот какими-то такими доктринированными революционерами они оказывались на следствии в ситуации некоторой моральной дилеммы морального ну некоторого противоречивой ситуации потому что с одной стороны они все понимали кстати говоря они не так легко друг друга сдавали если почитать следственные дела там видно как большинство из них просто вот додавливают шаг за шагом они в общем старались как-то минимизировать то что они говорили ну в большинстве там были несколько человек у которых просто нервный срыв случился но в целом они не то чтобы стремились там друг друга сдавать да они оказались в ситуации когда ну представьте себе больше сотни подследственных один сказал лишнее слово у другого нервный срыв он наговорил а следствие всю эту информацию аккумулирует и выдает как бы следующим то есть у них ощущение что следствие все равно все знает что следствие знает уже очень много а никто же из них не самоубийца они в общем ну с одной стороны конечно каждому хочется оправдаться оправдываясь или там скажем отрицая даже что-то они невольно говорят что-то лишнее чего следствие до сих пор не знало и эта информация разрастается как снежный ком а когда начинает говорить какой-нибудь например пестель который знает очень много да вот этот вал информации которая известна следствию становится еще больше а каждый из них при этом он не причисляет себя однозначно к лагерю революционеров которые вот мы вот они они наши враги вот те вот правительства они себя скорее чувствуют частью того же общества что и те генералы которые их допрашивают эти генералы которые их допрашивают они их однополчане боевые товарищи Волконский Бенкендорф и Чернышев воевали вместе у них довольно сложное моральное отношение они скорее готовы разговаривать с теми кто и объяснять свою позицию чем нет не полемика я хочу сказать что не было такого вот свойственного профессиональным революционерам жесткого барьера мы и они вот мы вот они власть ни слова никакого сотрудничества с ней с властью они как раз готовы сотрудничать они как раз многие из них готовы объяснять власть а что нас не устраивало а что не так в государственном быте а что надо исправить и наконец у них еще дворянская мораль которая заставляет их считать себя виноватыми перед государем перед старшими по чину понимаете человек не может быть несгибаемым когда он себя чувствует виноватым у них довольно сложная была моральная ситуация потому что в конце концов ты вот ты был в тайном обществе ты вел вот эти разговоры но отвечай за свои поступки и если например Сергея Муравьева организатор восстания черниговского полка берут просто с оружием в руках да или организаторов 14 декабря они уже по определению не могут говорить я ничего не знаю ничего не видел они скорее наоборот будут на себя брать ответственность и соответственно давать показания ну вот как-то так тут много факторов но в том числе вот эти если можно сначала одно высказывание а потом вопрос так можно вы очень правильно поставили вопрос ну а выводы какие для нас мне кажется вот наше современное общество в каком-то смысле хорошо понимает то общество после декабритского восстания потому что смотрите что получилось война 28-29 годов русско-турецкая идет после восстания декабритского очень серьезное сражение с сильным противником потом если мне не изменяет польские дела 30-й год 48-й там революции по всей Европе в 51-м значит крымская война ну в общем черт не что я думаю что мы как общество очень хорошо понимаем вот состояние того русского общества после вот восстания декабриста какое оно какие оно оно могло сделать выводы это вот мои такие соображения по поводу вашего вопроса кавказская война там была если я не сказал перманентный вообще до 63-го года что ли вот а вопрос такой что у нас с военной контрразведкой ну военная разведка появилась она в 12-м году накануне 12-го накануне наполеоновских войн да это известно а у нас к этому времени не было военной контрразведки и дополнительно к этому она потом после событий связанных с декабристами появилась сразу или нет во первых к декабристам контрразведка не имела никакого отношения как и военная разведка но непосредственным следствием дела декабристов было создание третьего отделения собственно его величества канцелярии да потому что это был орган политического сыска потому что царствование Александра Первого было абсолютно уникальным периодом в истории нашей страны когда вообще не было никакого централизованного такого вот развитого органа политического сыска какого бы то ни было все старые значит Александр Первый отменил новых не создал дело декабристов продемонстрировал что так нельзя что надо все-таки надзирать что там у них происходит в обществе было создано третье отделение задача которого была именно в первую очередь ну говоря как бы современным языком мониторить состояние общественного мнения а поскольку декабристов новых декабристов не было они в значительной степени занимались как раз там злоупотреблениями чиновников и прочим но в общем был создан вот этот орган политический политической полиции условно говоря ну я оговариваюсь потому что все-таки третье отделение имело свою специфику но военная разведка и контрразведка к декабристам никакого отношения не имела ну вот как к тайному обществу но вообще говоря если вас интересует военная разведка контрразведка то на восемьсот двенадцатый год есть прекрасные работы Виктора Михайловича Безатосного так и называются разведкой планы сторон в двенадцатом году он очень подробно этот вопрос разбирает как все это работало и у русских и у французов но это на двенадцатый год спасибо спасибо